В эфире информационная служба корпорации ВСМП ОВИСМА. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск «Актуальное интервью». И на вопросы пресс-службы отвечает директор по техническому обеспечению и ремонтам ВСМП Юрий Семичев. И первый вопрос, который мы адресовали Юрию Станиславовичу, как предприятие пережило холода. В этом году зима была по-уральскому морозной. И какие объекты порадовали своей готовностью, а какие преподнесли неприятные сюрпризы. Значит, в целом ВСМП отработало, пережило зиму, скажем, очень неплохо. Были, конечно, небольшие сбои. Пониженная температура ниже норматива была в корпусе цеха номер 21, где находится 40-й цех, и в корпусе цеха номер 31. Но в этом году, что в 21-м и в 31-м, мы запускаем систему газового обогрева помещений. Я думаю, что на следующую зиму мы по этим корпусам выйдем с хорошим тепловым режимом. Были небольшие сбои по пару с третьей котельной. У нас заключен договор с УЖКХ. К сожалению, два раза в течение зимы порывые котлы выходили из строя. И довольно неприятные ситуации были в районе 54-го цеха, в районе УКСа. Ну, в целом, очень неплохо. Есть информация, что в этом году проводилось тепловизионное обследование цехов. Можете ли вы назвать его результаты? В этом году первый раз всегда тепловизионное обследование проводилось перед началом зимы. В этом году мы решили первый раз, пока не началось тепло, провести тепловизионное обследование, чтобы понять, откуда холодно. Потому что, если мы начинаем это обследование делать осенью, мы не всегда все успеваем сделать. И результат, где холодно, откуда ветер дует, где щели, мы в теплый период видим не на все 100%. В этом году сделали первый раз, еще когда холодно. На данный момент мы пока составляем план работ по результатам этого обследования, чтобы все работы по утеплению корпусов нам провести в течение теплого периода. А уже известно, на что следует обратить пристальное внимание? Известно, конечно. В принципе, это знают все. Самые большие потери тепла – это автомобильные железнодорожные ворота, которые, к сожалению, часто не закрывают или закрывают, но не полностью. Ну и, конечно, это фонари, стекловое остекление где-то в корпусах. Если вернуться к теме холода в цехе номер 31, можете ли вы сказать, что система газового отопления решит проблему? Я думаю, что да. Потому что 31 цех находится в середине главного корпуса. И я считаю, что эта проблема будет решена. Зима следующая покажет, но я думаю, что хуже, по крайней мере, точно не будет. Мы знаем, что осенью прошлого года на ВСМП работала комиссия управления Роспотребнадзором. И по результатам проверки составлен план замечаний и выписаны предписания для их устранения. Насколько вот серьезными были эти замечания и что сделано на настоящий момент? Проверка Роспотребнадзора, она была, скажем, очень сложной. Она проводилась в течение трех месяцев. Сложной она была в каком плане? К сожалению, управление Роспотребнадзора, которое раньше было по верхней и нижней Салде, с которыми мы постоянно работали, в течение, в сентябре прошлого года, эти службы были сокращены. В Роспотребнадзоре проведена оптимизация. И с сентября прошлого года ВСМП подчиняется Роспотребнадзору Нижнего Тагила. То есть нас проверяли специалисты Нижнего Тагила, которые здесь не были ни разу. Они проверяли нас в течение трех месяцев. Для них ВСМП – это абсолютно новый объект. Хотя у них находятся подведомственные им от НТМК, УВЗ, но это черная металлургия, цветная металлургия – это ВСМПО. Для них это ново. Значит, выдали они более ста замечаний. Значит, часть замечаний мы устранили. По части замечаний ведется договорная работа по проведению исследований. Ну, все идет в текущем режиме. Ну, пока я считаю, неплохо. А можете ли вы остановиться на крупных мероприятиях? Ну, из крупного, значит, нам сделаны замечания, то, что мы не всегда вовремя берем химичный, ну, хим-анализ воды. Это в бассейнах Чайка, Крепыш. Значит, есть небольшое замечание по санитарно-защитной зоне. Ну, собственно говоря, они коснулись всего. Ну, наверное, работа по этим мероприятиям и так была включена в наши перспективные планы. Я не скажу, что все работы у нас были запланированы. Часть работ у нас идет в плановом режиме. По части работ составлены программы, в принципе. Это все в текущем режиме. Сейчас ВСМПО готовится к наступлению по аводкам. Какие мероприятия уже проведены? Какие службы приведены в боевую готовность? И чего нам ожидать? Ну, конечно, это тоже также плановая работа. По ВСМПО выпущен приказ. Значит, в каждом цехе приказом назначены ответственные люди. Это, естественно, будет проводиться чистка всех сливных канализаций. Ну, это обычная работа. Конечно, самый тяжелый объект у нас – это шламонакопитель. Но по шламонакопителю тоже по 29-му цеху выпущен отдельный приказ. Ну, в приказе, что там, значит, это устранение небольших замечаний. Там водомерная линейка будет отремонтирована. Обязательно, чтобы всегда были чистые проездные дороги туда на случай аварии, чтобы мог пройти спецтранспорт. Ну, естественно, постоянное наблюдение. ВСМПО богатый опыт. В принципе, шламонакопитель мы содержим в хорошем состоянии. Я думаю, ничего сверхординарного не должно произойти. Юрий Станиславович, довольны ли Вы темпами работ на строящейся станции обесфторивания в цехе номер 29? Там по станции обесфторивания немножко сложная ситуация. Данный проект разрабатывала Сверловская организация. Сейчас точно не помню название. То есть проект был разработан и выдан в СМПО в 2006 году. Около трех лет назад по данному проекту начались производиться работы. Но, к сожалению, когда начались производиться работы, в данном проекте вышло очень много неувязок. То есть там было сделано очень много ошибок. Проектанты что-то не учли? Что-то не учли, что-то неправильно спроектировали. И, собственно говоря, работа шла очень тяжело. Работала подрядная организация. Чтобы устранить все эти недочеты, мы опять обратились к этой организации для приведения проекта в нормальное состояние. Но данной организации уже нет. Поэтому кое-какие изменения мы делаем силами цеха номер 65. То есть часть работ на данный момент сделана. Но в этой сторонней организации был заключен договор с фирмой ВСМПО «Энергомонтаж». ВСМПО «Энергомонтаж» в 2013 году перешло в состав ВСМПО как цех номер 49. Значит, пока мы занимались переоформлением договора с ВСМПО «Энергомонтаж», на ВСМПО работы абсолютно не велись. Сейчас, так как очень много недоработок в проекте, мы вынуждены делать дополнительные ведомости дефектов. Соответственно, делать новые сметы, делать доп. соглашения к этому договору. И поэтому в течение следующей недели будем принимать решение, скорее всего, что эти работы все дадим в цех номер 49. А договор будем расторгать. Попробуем сделать это своими силами. И сколько же времени в этом случае потребуется на полное завершение объекта? Нам еще надо провести полностью оценку всех материалов, которые у нас есть в наличии. Полный комплект материалов у нас или не полный. Либо нам еще что-то надо закупать. Ну вот, планируем к середине следующей недели это все разобраться и будем принимать решение. Но еще одна крупная тема, которую мы не можем не затронуть в нашем интервью, это ремонты оборудования ВСМПО. Каким стало начало 2014 года для предприятия в плане ремонта оборудования? В плане ремонтов, как и обычно, первый квартал это у нас самый загруженный, потому что мы попадаем на январские праздники. Значит, все январские праздники, пока люди отдыхают новогодние, ведется ремонт оборудования. В большинстве своем капитальный ремонт головного оборудования. Это прессы 21-го, 37-го цеха, оборудование в 22-м цехе, в 16-м. Ну, значит, проделали большую работу с головным оборудованием. Ну, если говорить в цифрах, то из-за планированных капитальных ремонтов, что мы должны были сделать в первом квартале, выполнены 60%, к сожалению. Выполнены не 100%, а 60%. Значит, и самые основные причины невыполнения, это у нас, ну, к сожалению, я уже, это звучит на всех балансовых, итоговых, это несвоевременная поставка запчастей. Ну, и второй, это очень много оборудования мы переносим по производственной необходимости. То есть, когда мы согласуем с производственным отделом, но цехам необходимо делать план, и поэтому мы оборудование переносим, ну, на более поздние сроки. Хорошо, спасибо. А можете ли вы поделиться планами на второй квартал? Собственно говоря, у нас на второй квартал мы попадаем на майские праздники. А майские праздники, это у нас всегда чистка и останов водооборотов всех, в цехе останавливая, значит, нам в мае капитальный ремонт, большие капитальные ремонты в третьем цехе по энергооборудованию. Ну, естественно, у нас второй квартал, это, конечно, начнутся очень много капитальных ремонтов котельных всех, первая, вторая, четвертая. Значит, в этом году еще обязательно планируем ввести два прорыва котла на четвертой котельной новых, чтобы нам полностью отказаться от услуг ЖКХ, от третьей котельной. Ну, глобальных, больших ремонтов по головному оборудованию, собственно, на второй квартал у нас не запланировано. Сейчас вот планируем, что из срочного, это в 22-м цехе запуск станка СИ-380. По графику он у нас должен в районе десятых чисел мая, но планируем запускать его в конце апреля. Новый образец оборудования, значит, по обточке титановых прутков. Если у нас есть станки КЖ, которые занимаются обточкой титановых прутков, то это на данный момент самое современное, что можно взять, скажем, в постсоветском пространстве. У нас нет такого оборудования? Нет, это будет первый станок СИ-380. У нас на него большие надежды. Потому что с парк станков КЖ-ЦХА-22, ну, мы, конечно, делаем капитальные ремонты, но один станок, четвертый, находится в очень плохом состоянии. И когда запускаем СИ-380, то КЖ-4 вводим на капитальный ремонт. Ну, а что можете еще добавить? Самые основные моменты у нас сейчас, что это запуск пресса 4000, также в 22-м цехе. Значит, идут большие работы по строительству фундамента нового кольца раскатного комплекса, также в цехе номер 22. Недавно запустили новый станок глубокого сверления в цехе номер 54. Значит, на прошлой неделе приехали американцы запускать еще два станка в Ценцинате 4 и 5 шпиндельный в 54-м цехе. Ну, работа по новому оборудованию. Значит, в 21-м цехе сейчас идет пусконаладка печи электротерм, также новый. Рядышком идет строительство фундамента для двух печей Керотек. Ну, также, если по 21-м цеху пройдете, идет полностью перенос парка токарно-карусельных станков с одного места на другое. Значит, на прошлой неделе поставили для улучшения условий труда на этот участок три новых кронбалки. Буквально сегодня должны приехать специалисты из Перми и будут заниматься пусконаладкой данных кронбалок. Большой объем сейчас будет. Строители заканчивают фундамент. К концу этой недели будет график по переносу зачистных машин в 37-м цехе. Там начнем зачистные машины с одного места на другое переносить. Значит, что еще из самых новых? Значит, буквально на прошлой неделе получили одобрение от генерального директора на закупку пресса Ковочного 2000 в цех номер 37. Сейчас дирекция по закупкам начинает с заключения договора. Ну, то есть, я думаю, что если сейчас 14-й год, то к концу 15-го года мы должны будем уже и в 37-м цехе еще один новый пресс запустить. Юрий Станиславович, и вот лично для вас под каким знаком или под каким девизом пройдет 2014-й год? Значит, в этом году необходимо запустить обязательно это пресс-4000 в 22-м цехе и запуск в эксплуатацию двух новых гарнисажных печей. Программа минимум. Я думаю, что это будет сделать тяжело, но возможно. И надо стараться это делать. Большое спасибо вам за интервью, а всем телезрителям. Я напоминаю, что это был специальный выпуск телестудии корпорации ВСМПО «Висма». Увидимся в пятницу в 20.15 на канале ТВ-Центр. Я прощаюсь, а с вами пусть остаются только хорошие новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова